30-летний Вячеслав Смыслов родом из Мариуполя. Мужчина не попал под мобилизацию, так как он многодетный отец, но все равно решил защищать родину. К вооруженным силам Украины присоединился еще в 2015 году. Когда завершился контракт, уволился из армии. А 24 февраля 2022 года Вячеслав вывез жену и детей из Мариуполя в Умань и пошел добровольцем в военкомат. Хотел защищать родную землю. Мужчина был штурмовиком в 28-й бригаде. Полгода назад Вячеслав попал под удар российского дрона под Бахмутом и получил множественные осколочные ранения. И неудачно прилетел ко мне. Точнее для него удачно, а для меня неудачно слегка. Но миссия у него не выполнена, потому что я до сих пор еще жив. Поэтому я считаю, что все пока что удачно у меня. В результате ранения Вячеслав потерял кисть. После операции для протезирования выбрал бионический механизм. Такой протез лучше выполняет функции потерянной конечности. Очень интересная вещь. Очень интригует. Куча функций можно делать. Но это потрясающая вещь, конечно. Это огромное удовольствие шевелить тем уже, чего не имеешь, как говорится. Валентин Анохин еще только готовится к протезированию. К ВСУ он присоединился в начале полномасштабного вторжения. Участвовал в освобождении многих населенных пунктов Харьковской области. Эти эмоции не передать. Это такой был подъем. Это нужно было еще раз прожить. Насколько ребята были приподняты. Они готовы были рвать и рвать их это не передать словами. Это нужно было видеть, почувствовать и пережить. В июле во время отражения очередного штурма противника в трех метрах от Валентина разорвался танковый снаряд. В результате он потерял запястье. Меня подбросило. Я сознание не потерял. Я почувствовал травму на ягодице и вижу, что нет у меня руки. Паники никакой не было. Болевого шока не было. Я сам встал, потому что никого возле меня не было. Я вышел к ребятам. Ребята оказали мне помощь. Сначала его направили в больницу в Харькове, а затем Валентина перевезли на реабилитацию во Львов. Сейчас мужчина тоже готовится к бионическому протезированию. Говорит, что после этого планирует вернуться к работе в школе. Ранее мужчина работал учителем физической культуры. Для обучения детей, я думаю, что мне больше будет подходить бионический протез, потому что это все-таки движение пальцами есть. Что-то показать в таком плане, я думаю, он мне будет больше подходить. Я хочу вернуться в школу и учить детей. Руководитель направления протезирования Национального центра Unbroken Назар Багнюк говорит, преимуществом бионического протеза являются 8 хватов, которые человек может переключать с помощью импульсов. Однако, по его словам, бионический протез подойдет не всем. Бионический протез не вещь, которая подходит и нужна всем подряд. Это не есть решение и панацея. Большинство операций и приспособления зависят напрямую от человека, от его усердия и усилий. Протез – это лишь инструмент, который ему поможет в реализации того, что ему предстоит, тех планов и целей, которые он себе поставил. В центре Unbroken более чем за год протезы получили 260 пациентов. Сначала в центре была открыта мобильная мастерская, а затем заработала современная мастерская площадью 250 квадратных метров. В планах – основание еще одной протезной мастерской на базе больницы Святого Луки и протезный мини-завод. Также планируется увеличить количество профессиональных протезистов. Это тоже большое достижение, потому что это о возможности для пациентов, возможности ходить, это о возможности держать своего ребенка на руках, пусть и бионической рукой, но своей. В Национальном реабилитационном центре помощь оказывают не только военнослужащим, но и гражданским людям. За время его существования здесь прошли лечение 940 тысяч человек. Врачи выполнили 110 тысяч операций. Наше медобъединение много работает и с партнерами в Украине, и в мире. Это и бизнесы, и общественные организации, разные ассоциации, это города, это больницы. Нашему медобъединению и центру несокрушимое помогает весь мир, как Украина, так и другие страны. И мы очень это ценим, и за это благодарны. В целом в центре Unbroken с пациентами работают десятки специалистов, среди которых врачи физической реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, специалисты языка и речи. Они также сотрудничают с психологами и психотерапевтами. В планах и дальше расширять центр, чтобы иметь возможность оказывать медицинскую помощь еще большему количеству людей.